Страна ФМ. Один на всю страну. Каждый будний день здесь, на телерадиоканале Страна ФМ. Точнее, каждый будний вечер. Мы, Майк Войс, Маш Новая, ну и, конечно же, наши классные, весёлые и самые яркие гости. Видите, сегодня всё точно пошло так, и мы воссоединились, а не как бы там было в песне. И вот он, прогульчик, я снова здесь. Ну что? Все здесь, все на местах. Кого-то не хватает одного. Тогда давай уже будем сразу же объявлять нашего гостя. Раз это, значит, гости мужского пола, я возьму тогда бразды правления в своей руке. Итак, сегодня у нас в гостях актёр и режиссёр Григорий Кокоткин. Встречаем, Григорий. Здорово, бандиты. Здорово. Как мы и договаривались. Как мы и договаривались. Ты можешь отжимать у нас телерадиоканал в этом видео. Ну, в принципе, давайте попробуем. Я дверь прикрою. Да, прикрою. А, да, нужно было закрыть. А то сквасит, как-то осенью повелы. Немножечко. Ну, потому что Гриша только с улицы у нас сразу же в куртке верхней одессы. Да, и погода не радует вообще. Погода не радует. Хочется, конечно, теплоты. Но я надеюсь, она здесь будет теплотой. Так, друзья, у меня сейчас происходит какой-то шквал в ушах. Гриш, давай мы всё-таки куртку снимем. Знаешь почему? Да, она что-то делает. Это всё дело в куртке? Пойдёт кровь из ушей у наших зрителей и слушателей. Давайте я сюда её кину, швырну. Вообще без проблем. Вот так гораздо лучше. Швырну в куртку. Что ничего не прекратилось? Ну, шум не прекратился. Ну, ничего, потерпим. А это не может быть телефон? Нет, а может быть это свитер? У тебя под свитером есть ещё что-то? Это приколы ваши, мне кажется. Слушай, первый раз таки столкнулся. Ну и что, мы потерпим пока, пусть пойдёт кровь из ушей. Почему нет? Нет, всё, ты главное замри и не двигайся. О, получилось. Гриша, ты же идеальный актёр. У тебя же есть вот этот вот актёрский тренинг, надо замереть и как статуя несколько минут не двигать. Да-да-да, есть актёрский тренинг, называется продолжить действие. Мой любимый. Ты знаешь его? Да. Что, попробую? Давай. С места в карьере? Я не знаю. Подожди, надо мешку посвятить, что надо делать. Нет, ну смотри, сейчас ты будешь двигать, ну давай на месте сделаем. Ну смотри, короче, рассказываю, я двигаюсь в своей там собственной манере, занимаюсь какими-то, например, бытовыми домашними делами. И потом, когда Гриша скажет стоп, я замираю в некой позе. Ты должен встать в эту же самую позу и продолжить это действие, но делать что-то совершенно вообще не то, что я делала сейчас. Что-то другое. Ага, интересно, давай. Давай. Ребят, помогите, на какую камеру я могу начать? Давай мы тогда все так, Гриша, подойдем. Как в кино тогда, да? Вот у нас есть камера. У нас есть камера, да, у нас есть режиссер, у нас много камер, у нас 10 штук. Смотрите, в кино, какие команды есть, да? Ты, давай, ты режиссер. Мотор, камера начали, да? А вы знаете, почему мотор сначала, а потом камера? Откуда это вообще пошло? Ну я-то учился в киновузе, и, собственно говоря, почему сначала говорили команду мотор давали, а потом камеры? Потому что на пленку снимали, а пленочка она очень дорогая, поэтому сначала мотор, звук, мотор, звук, да, а потом камера. Поначали, да, это начинали играть актеры, действовать и так далее. У нас дешевые хард-диски, я знаю, там мы можем в произвольном порядке. Ну что, поехали? Приготовились? Да, давай. Я начинаю некое действие. Начали, да, начали. Окей. Стоп. Подстраивайся. Подстраивайся точно так же и продолжай другое действие. Так, по хлопку нужно продолжить действие. Продолжаем. Ну да, продолжил. Продолжил прям. Ты перевел стрелки на другое действие. Да, да, да. Вы же хотели другое, вы же сказали, четко пойдем по лову. Ну а ты должен вот из этой позы логично, например, ну, например, ту-ту-ту, ты в кого-то выстрелил, понимаешь, обыграть. Это логично. И перейти на следующее. Нет, подожди. Вы меня докинули. Я готов объяснить. Футболисты. Я показал ему, куда он должен двигаться. Сам отвел и отдал пас. Все. В другой команде. Да, это гениально. Теперь ты режиссер. У нас так будет меняться. Подожди, а ты сказал стоп, на какой позе ты замер? А я вот на такой замер. Так ты следующий давай. Что я? Ты продолжил. У меня была вот такая поза, пожалуйста. Какая у тебя была поза? Да, пойдет. Итак, камера, мотор. Мастер-класс. Камера, мотор. Начали команда. Начали, извините. Опа. О! О! Аж защемило. Нет, продолжим вот так. Стоп. Это физкультура. А мы все, мы закончили? Да, все. И в конце, как полагается, поклон. Страна FM. Один на всю страну. Океан вечернего эфира, где полновластными чувствует себя Маш Новая, Майк Войс. Река впала. Река в лице Григория Кокоткина, нашего дорогого актера, который пришел к нам сегодня в гости. Григорий, привет еще раз. А мне, кстати, нравится, что мы сразу, знаете, так погрузились максимально в актерскую деятельность. Это круто. Это круто. А надо быть с зарядки. Любая деятельность должна начинаться с зарядки. А вот, кстати, как ты сам себя тренишь, ну-ка. Шекспир, как говорил. Как говорил. Вся жизнь театр, а люди в ней актеры. Актеры. Абсолютно верно. Да. Расскажи, Гриша, а как ты сам себя тренишь, ну, чтобы быть все время в форме вот этой актерской? Ой, смотрите, в актерской форме. В актерской форме нужно практиковаться, конечно, это сцены, либо это съемки какие-либо. Постоянно, постоянно, постоянно. Ну, репетиции, естественно. Существует, например, вот, смотрите, любое публичное выступление, да, вот сейчас у нас тоже публичное выступление. У нас направлены камеры, мы что-то тут говорим, пытаемся как-то шутить, не всегда получается. Ну, я не пытаюсь даже, ребят, бессмысленно. Ну, это правильно. И мы не будем пытаться. Смотрите, собственно говоря, как подготовить, есть такое понятие в актерской профессии, психофизический зажим. Так. Есть такое, да. Да, ну, у кого-то ноги трясутся, у кого-то там заиканье, кто-то вообще боится разговаривать. У каждого это по-разному. Кто-то активно жестикулирует, как я сейчас, да, вот находясь в психофизическом зажиме. Но поза у тебя открытая. Нет, я сейчас не в зажиме. Ну, собственно говоря, по поводу разминки, по поводу зарядки, всем, вот даже вам будет полезно, друзья, которые нас смотрят. В прямом эфире, да, в твоем инстаграм-аккаунте. Смотрите, есть такое упражнение, наверное, оно называется «Клин клином вышибают». Так. Ну, вот, например, ты чувствуешь, что ты где-то чего-то зажат. Так. Да. Ну, например, там, или ты знаешь про себя, что у тебя ноги трясутся, руки и так далее. Очень все просто. Очень все просто. Встаете, где вас никто не видит, ну, либо наоборот, где вас все видят. И делайте следующее. Зажимаете части тела. А-а. По очереду, например. Зажимаете, так. Да, зажимаете, то есть напрягаете все мышцы. Ой, я сейчас зажала, вы видите? Мы видим, что ты зажала. Почему вы сразу сюда посмотри? А куда еще, смотри, смотри. Я тоже. Я же, например, что-то зажимаю. Да, например, вот я называю вам часть тела, вы ее зажимаете, а при этом проверяете, чтобы остальное все тело было свободно. То есть напрягайте абсолютно все мышцы той части тела, которую я назову. Зажата правая рука. Вот так, правая. А ты уже начал зажимать? Правая, правая. Да, да. Зажимай. Напрягай. Сильно. Остальное проверяй, что зажато. Лицо тоже разожми. А, прости. Зажата правая рука. Просто когда я попу зажимаю, у меня лицо зажимается одновременно. А зачем ты попу зажимала сейчас? Ну, ты же говорил, надо что-то зажимать. Я говорю, зажата правая рука. Мышцы правой руки. А, и я должна выполнять то, что ты заживаешь. Ну, все, я думала, я сама выбираю часть тела. Все так. Окей. Ну, выбрал попу. Я называю часть тела. Давайте попробуем еще раз. Зажата левая нога. Напрягаем левую ногу. Так. Напрягаем левую ногу, чтобы она была однапряжена. Остальное тело проверяй, чтобы свободно было. Да, все абсолютно. Сбросим. Правая нога зажата. Так. Правая нога зажата, проверяем все остальное тело. Работает. Отлично. Теперь зажат пресс. Кажется, я не совсем удобный костюмчик сегодня надеялся. У кого что, да? Зажимаем, 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 держим. При этом проверяем, что все. А пресс напряжем. Григорий, у тебя знакомый доктор какой-то есть. Ты потом кого-то хочешь порекомендовать там. Да, абсолютно. Когда у меня что-то защимит. Абсолютно. Нет, я хочу спросить. Запишите телефон. Гриш, как вот этот актерский тренинг в роли, когда ты играл покойника, пригодился тебе? Когда я играл покойника. Ты зажал все тело. Я зажал все тело. Это очень-очень пригождается. Окоченение. Хорошо, а старуху когда ты играл? Кого? Старуху. О, старуху когда я играл. И где, кстати, напомни нам всем. Слушайте, а где я играл старуху? У тебя написано. Ты, значит, выступил перед зрителем образе старухи, покойника, гопника, философа. Конечно, Зойкина квартира. Ну, да как играл? Ну, просто был чепчик, был грим. Был такой голос, что ты, миленький, там все. Ну, слушай, чтобы найти этот голос, это же тоже нужно кого-то подсмотреть. Ну, можно подсмотреть. Или придумал ты этот образ. Актерская профессия, она связана с изучением самого себя. О. Своего голоса, своего тела, что ты можешь, что ты не можешь. Например, у нас на занятиях по сценической речи еще в институте было задание акценты. Угу. У нас сейчас очень важный акцент, кстати. Сейчас у нас акцент на музыкальный. Музыкальный акцент. На твои акценты. Григорий Кокоткин сегодня в гостях в вечернем эфире у Маши и Миши. Вот, кстати, песня была сейчас про хайф. Скажи, а ты гонишься за хайфом? Нет. А он за тобой хочется сразу договориться. А он за тобой гонится? Не знаю. Я все-таки, я иногда чувствую себя каким-то уже старым. Да ну ладно. Да, потому что мне все говорят, надо раскручивать инстаграм, надо идти в ютуб. Я понимаю, что это действительно тенденция времени, это все. Но у меня вот как будто борются два человека внутри. Я не знаю. Один, которого вот учили от и до, по школе, что называется. И второй, человек, который должен в индустрии существовать. А в индустрии сейчас именно вот такие правила. Вот теперь смотри, теперь углубимся, как мы любим. Да, есть один человек, который актер, который вот про кино, про театр, про самовыражение. А есть все-таки внутри бизнесмен. Неспроста ты сегодня в Кажане. Да. Кто побеждает? И бизнесмен же говорит, пора в ютуб, пора в проект, пора продвигаться. Да. Как эти два человека внутри взаимодействуют? Ну, как они взаимодействуют? Махач. Махач. Незабвенные. Незабвенные произведения «Бойцовский клуб». Да. Ну, это вот, ну, внутренняя борьба все равно с самим собой. Ты же сам прекрасно понимаешь, есть проекты для души. Так. А есть проекты, которые ты делаешь за деньги. Ну, ни для кого не секрет. Вот так и приходится балансировать между тем и тем. Ну, Гриш, ну смотри, ну а ты согласен с тем, что сейчас у кого больше подписчиков в Инстаграм, у кого больше аудитория, то эти люди более востребованы и в актерской профессии, в том числе. Не очень соглашусь, но то, что сейчас огромное количество людей на это обращает внимание, людей, которые бизнесом занимаются, естественно. И это понятно. Когда мне в Директе, в Инстаграме написали «Здравствуйте, мы работаем с блогерами». Я блогер, ну, вы как блогер, там, мне что-то пишут, там, туда-сюда, по поводу рекламы какой-то. А ты вообще не блогер ни капли, да? Ну, какой я блогер? Я пока еще не вышел на этот уровень блогинга. О, я напомню, друзья, там 100 тысяч подписчиков, так, на всякий случай. 102 тысячи, если быть точнее. 102 тысячи подписчиков. Ты передаешь мне снаряд в руки. И это все мои родственники. Ну, подожди, Гриш сказал про «Махач», я решила как-то немножечко к военной теме. Махач, так «Махач», откладываю я планшет в сторону. Очень простая у нас есть игруля, такая уже вполне себе традиционная для нашей телерадиопередачи. У нас есть вот такая бомбочка, у нас есть секундомер, у нас есть вот такие карточки. Так, собственно, мы пытаемся ориентироваться в пространстве, кто быстрее придумывает слова с этими слогами. Все очень просто, знаете, проверяем быстроту мозга. Да, у нас сейчас будет литературный махач. Слова с этими слогами. Словесный махач. Они могут быть в любой части слова. Абсолютно. Да, 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 все хорошо. Просто, знаете, вот за красивым интервью кроется вот такая подстава в середине, как всегда. Я предлагаю, как мы кружочком встанем? Встанем или сидим? Сядем, сядем. Сядем, вот это, что ли, вы предлагаете? Ты бы посидел. Маша посидит, я просто не смогу передать. Мне как-то нужно передавать, правильно? А здесь вот видно. Ну давайте, я тоже встану. Что я лысая, что ли? А что я лысая, что здесь сидеть? А если у нас все готово, если секундомер у нас готов, гонг готов, я подготовлю первую карточку. А можно посмотреть, как это выглядит, потому что я могу сейчас... Да, я сразу включаю свой процесс. Ну что ж, гонг. Спасибо. Итак, первая. Анф. А, я первый говорю. У меня ждут. Давай, давай, давай. Антреприза. Антенна. Антилопа. Антуан. Антипод. Антон. Антуан и Антон? Да ладно, что ты придираешься? Ну ладно. Давай, 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 ну быстрее. Ты не знаю, подожди. Антенна. Антенна была, я сказала. Здрасте, да. Антипод. Был антипод, я сказала. Миш, ну давай быстрее. Антимаша, не знаю, вы забери свою бомбу. Танкетка есть такая штука. Бант. О, кстати. Да вы сговорились, что ли? Опять я, опять я. Мы в команде с Гришей сегодня. Давай, все, взрывай, Сань. Я не знаю слова. Давай, давай, давай. Это интересно. Антье. Античность. Да вы уже знаете все слова. Спасибо. Я взорвался? Да, счет минус один. Ты не заметил? Мне кажется, это подстава. Ты понял, как это работает? Я понял, хорошо. Давайте. Разминаем наш артикуляционный аппарат. Теперь начинаем, Григорий. Артикуляционный аппарат. Ост. Остров. Остановка. Это да, мое слово. Ост и опороз. Кость. Остаток. Костный мозг. Гость был. Остров. Остров был, нет? Остров был, да, да. Остановка. Остановка была. А я сказала, остановите, остановите, Витя, надо выйти. Остановите, Витя, надо выйти. Это хорошо, кстати, правильно. Остап. 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 А что у нас там? Ост? А, Остап. Бендер. Опа. По-ставка. Нормально. Завернула, да? Может. Могу. Ост. Ост. Брост. Брост. Прост. 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 Простой. Пост. Простой. А-а-а. Все. Я сказал, но передать не смог. Ко мне в голову какое-то слово странное сейчас пришло. У нас, знаете, по... Один-один и ноль пока. Давайте 20 секунд. Финальное, да, финальное слово, самое сложное. А-а-а. Давайте песни. А-а-а. 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 Один-один-один. Круто, круто. Страна ФМ. Один. На всю страну. Продолжаем. Григорий Кокоткин сегодня у нас в гостях. Кстати, особой, можно так сказать, что ролью твоей стал гопник по кличке Кисель. Студент философского факультета и ситкома универ Новая Общата. Вот интересно, мы сейчас тоже за кадром с тобой разговаривали. То, что, ну вот, насколько я нашла информацию в интернете, что этот герой был не совсем прописан. Он, то есть, именно такой характер был раскрыт, что ты многое внес именно сам, да? Что-то придумал от себя. Да, ну смотрите, есть люди, да, сценаристы, очень талантливые, кстати. Я вот прям преклоняюсь перед сценаристами, перед умением расписывать диалоги, вот это все делать. Они огромные-огромные молодцы, в том числе и на канале ТНТ, вот в сериале «Универ» была просто суперкоманда сценаристов. Естественно, они прописывают персонажа, да? Такой там гопник, так его зовут. Хотя изначально, когда я появился в этом сериале, там просто было написано «Гопник». То есть, так случилось, что чем-то я запомнился там продюсером, сценаристом, режиссером. И они решили позвать еще, потом еще и фактически прописать целую-целую роль. Но я как актер, да, недаром говорят, что каждый актер должен быть режиссером своей роли. Есть режиссеры, которые позволяют актеру привнести что-то в образ. А есть режиссеры, которые любят лепить. А ну-ка вот так, а ну-ка сделай вот это, а ну-ка. Мне так повезло, что на тот момент были режиссеры, да, и продюсеры, которые позволяли, ну и есть, да. Привнести. Привнести, да, я просто подходил, а может вот так попробую, а если вот так, а если вот такая характерность будет, а если вот это, а если вот так будет смотреть. И им это нравилось. Они говорят, давай, ништяк, классно. Были моменты, когда я слишком перебарщивал, и они говорили, забудь, не надо. Не верю! Да, без этого. Да, но для этого, собственно говоря, и нужен режиссер, который тебя со стороны видит, который тебя поправляет, направляет, да. Вот в своей актерской профессии я встречал уже режиссеров, и которым это нравится, когда актер сам приносит, предлагает, там, показывает, и которым совершенно не нравится, да. То есть они не любят инициативу актера. Но это просто разные подходы, и с этими режиссерами, опять же, нужно по-разному уметь тоже подстроиться, пристроиться, как бы, в данной конкретной ситуации. А ты сколько был в проекте? Четыре года. Сейчас закончился, кстати, университет. Да, все, 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 универа больше не будет. Там были, да, какие-то вообще феноменальные, несколько, сотен свадеб. Да. Ты там с кем-то поженился? Ты там с кем-то поженился? Ну-ка. Нет, персонаж, который я играл. Это единственный персонаж, которому повезло. Да. Он не женат. Не, ну почему, еще там несколько персонажей не суженились. То есть, возможно, будет маленькое продолжение о том, как Кисель и его великие показатели. Ну, я не знаю, я не знаю. Но ты бы хотел. Ну, why not? Ну, скажи, что да, было бы здорово. Ну, слушай, вот ты, кстати, говорил про режиссеров. Ты же сам сейчас, собственно, и занимаешься режиссерской деятельностью. И вообще, чем еще занимаешься? И вообще, да, ты художественный руководитель на секундочку. На данный момент я художественный руководитель культурного центра Зочи. Для меня это вообще что-то новое, неизвестное. Худрук, да. Ну, слушай, ну это серьезно. Вот ты говоришь худрук. Какие твои обязанности? Что ты должен делать? Художественный руководитель, он отвечает за всю художественную часть постановочного мероприятия в культурном центре. Спектакли. То есть теперь ты будешь рулить процессом актерами. Какие будут, кто будет приходить, привлечения, ну, каких-то сторонних, там, я не знаю, фестивалей, привлечений. Молодые, талантливые, ведущие. Послушай, я думаю... Ведущих артистов. Я когда последний раз видел худрука в Кожанке, это был худрук-физрук, Нагиев, понимаешь, после этой сезонии. И дальше должно было быть продолжение. Сдаем помещение в аренду, понимаешь, это все нормально. А может, как раз, кстати, по аренде там звонили? Алло, да, че? Да, если надо, че там, да, нормально. Не помню, где это было. А, денежка? Ага. Когда? Ага. Вот такой вот диалог, он должен был состояться сейчас. Диалог типичного худрука России. Нет, ну, друзья мои, у нас же юмористическая передача, правильно? Если бы я пошел навстречу, там, Министерства культуры, во-первых, я бы оделся по-другому. Да, все-таки, когда мне заявили, что мы будем юморить, прикалываться и шутить. Да нет, мы это наоборот. Свободный стиль я это называю. Кажул, друзья. Да, у нас, кстати, тоже сейчас будет в свободном стиле наш следующий интерактив для тебя. Ты готов? Опять какие-то карточки, да? Нет, не карточки, вопрос ответ. Все без карточек, всего лишь планшет, у нас блиц. Думать не надо, просто вот прям, да, собственно, как мы и разговаривали здесь. Первое, что приходит в голову, отвечает все, что идет. Готов? Да. Для меня самое важное в жизни. Любовь. Идти по жизни с юмором. Это, Григорий? Смелость. Если бы сейчас был тысяча восемнадцатый год, что бы ты делал? Тысяча восемнадцатый год. Главное, не напрягайся, не зажимайся, расслабься. Я бы вступил в войско наших князей. Три тысячи восемнадцатый? Три тысячи восемнадцатый? А ровно кто-то в войско и на планице? Когда я буду таким же креативным, умным, но старым, я скажу своим праправнукам. Наши прадеды были правы. Нормально. Если бы не юмор, я, Григорий, сейчас бы был бы... Министром культуры. Друзья, ну что ж, надеюсь, так и будет. Больше министр культуры. Привет, Григорий Коккин сегодня был у нас в гостях. Спасибо, что видите, субтитры сделал. Привет, Медринскому. Спасибо. Спасибо. Это меня не покидает.